Всем привет, ребята! Вы на моем АСМР-канале, и как всегда с вами Лиса. Сегодня у нас мукбанг, чаепитие. У меня сейчас ранее утро, я решила вместо завтрака снять для вас чаепитие. Поэтому наливайте себе кружечку чего-нибудь горячего, вкусного, бодрящего. Ну, моя вахань, как всегда. И посмотрите, с чем мы будем сегодня пить чай. Это мои любимые конфеты. Стрела. Мам привезла. Я тут даже таких, честно говоря, не видела. В Москве. Наверное, где-то продаются в Москве, как бы вообще все есть. Но не видела. Какая красота! Ну, давайте попробуем. Кто еще любит такие конфетки? Божественно. Там внутри такой, типа, кофейно-коньячный крем. Очень вкусно. И тут у меня просто немножко всяких разных тоже украинских конфеток. Красный мак. Красный по-украински будет червоный. Червоный мак. Коровка. Это очень крутая конфета. Покажу вам потом. Ромашка. И какая-то вообще. Не без опознавательных знаков. Не знаю. О чем мы будем сегодня с вами говорить? Как думаете? Ну, поскольку у нас такие конфетки родом из детства, я решила, что будет актуально, если мы поговорим о детстве. О всяких смешных детских проделках, забавных случаях и тому подобное. Давайте договоримся, что вы в комментариях под этим видео обязательно мне напишите в ответ, что с вами смешного случалось в детстве. Какие-нибудь короткие, забавные истории. Мне будет очень приятно это почитать, ребята. Ну что, еще достеру. Знаете, я когда маленькая была, очень любила, когда съедаешь стрелу, остается вот эта вот куносообразная фольга. И мы всегда делали вот так. На каждый палец. И потом бегать и кого-нибудь царапать. Годы идут, а лица не меняются. Ну так вот. Я даже не знаю, о чем вам сначала рассказать. Я вообще была таким довольно правильным ребенком, спокойным. Как моя воспитательница в детском саду говорила, вот, наконец-то лесу привели. Ну, после того, как я болела, например, не ходила там почему-то в садик. Наконец-то, говорит, привели. А то не было некому у нас было жизни учить. Ну, тем не менее, забавные истории, мне кажется, случались с каждым человеком в детстве. Божественный конфет. Первое. Мне было два года. Что-то около двух. Была зима. Мама сидела со мной в декрете дома, естественно. И она выскочила на балкон за картошкой. В одном халатике. Ну, что там, цапнуть эту картошку и убежать. Но нет. У меня, видимо, были на то другие планы. У нас была такая дверь на балконе. Знаете, еще старые вот эти советские такие рамы со шпингалетами по всей длине. То есть один наверху, один посерединке двери и один самый маленький внизу. Для меня до сих пор загадка. Зачем вообще нужны были эти шпингалеты в самом низу? Наверное, чтобы собачка могла дверь открыть. Не знаю, зачем. В общем, когда мама выскочила на балкон за картошкой, я доковыляла до двери. А дверь была уже так прикрыта. И повернула просто этот нижний шпингалетик. Закрыла, короче говоря, маму на балконе, в халатике, в десятиградусный мороз. Ну, она сначала попыталась как бы так дверь просто открыть. Думала, может, этот шпингалет сейчас там вылетит у меня. Закрыла на совесть. Ну, тогда мама начала мне из-за двери, из балкона просить, что лисичка, поверни. Не, она мне говорила, покрути, пожалуйста, ручку. Ну, вот этот шпингалетик, чтобы я покрутила. А я ей в ответ вот так вот показывала. Фонарики, фонарики. Ну, просто разучивали такую смешную песенку, типа, фонарики, фонарики, чего-то там, какие-то шарики. Ну, в общем, она мне, покрути ручку. И я ей ручками кручу. Уже страшный человек. В итоге, ну, мама отчаялась от меня забиться каких-то выменяемых действий. Ну, долго, вот это что я там могла понимать. Хорошо, что у нас такая планировка была. В общем, соседский балкон прям вплотную примыкал к нашему. И хорошо, что соседи любили очень свежий воздух и открывали дверь, видимо, там у себя в комнату балконную, чтобы проветривать. И мама каким-то образом, короче, до них достучалась, дозвалась. А, в общем, они передали из окна в окно молоточек. Мама разбила оконное стекло и вылезла с балкона. Ну, открыла дверь, просунула руку, открыла дверь и вылезла. Вот так вот освободилась из балконного плена. Коровку давайте съедим. Боже, как я люблю коровку. Особенно, когда она такая внутри, знаете, жиденькая. Вообще, тема. По-моему, у меня прекрасный завтрак сегодня получается. Мама до сих пор не вспоминает этот случай. Мои фонарики. Но о том, как я танцевала в садике стриптиз, я уже рассказывала, да? Кто не слышал, посмотрите мой последний Q&A. Там я рассказываю эту волнительную историю. Вообще, я была маленькая, очень такая. Довольно быстро развивалась. То есть я... Не помню, в сколько лет я уже читать научилась, но в два я уже говорила все. То есть до года я уже... Мне было не остановить мой речевой поток. Единственное, что я долго не выговаривала букву R. Было любимое стихотворение про Айболита. Знала его практически наизусть. А может и наизусть. В общем, там был такой один эпичный момент в стихотворении. «И с высокой скалы...» «И с высокой скалы к Айболиту спустились орлы». Когда я рассказывала этот стишочек, а я так патетично остановилась. И в моей интерпретации это звучало так. «И с высокой скалы к Айболиту спустились орлы». Это было тоже забавно. Так. У меня даже глаза разбегаются. «И с высокой скалы к Айболиту спустились орлы». Ну, давайте «Червоный мак». «И с высокой скалы к Айболиту спустились орлы». Очень люблю «Красный мак». Но вот здесь я его покупала. Он не такой. Вот это как-то мне вкуснее. Я не знаю почему. Напишите мне в комментариях, какие ваши любимые конфетки. Может быть, любимые с детства. Еще одна забавная история, связанная с моими волосами. Когда я была маленькая, у меня были довольно-таки длинные, красивые волосы. Ну, они у меня сейчас едят вот такой длинный. А тогда, ну, где-то вот так у меня были волосы. Очень были такие красивые. Были, да. В общем, у меня было что-то около пяти, наверное, лет. Пять. Да, пять. В школу как раз собиралась идти уже. Первый класс. И мама у меня оставила в ванной купаться. Ну, там, знаете, полная ванна. Я в ней там сижу. Уточки там всякие плавают. Такое веселье. Вот. А поскольку я уже была довольно-таки взрослая девочка, да, сообразительная, то мама там на секундочку куда-то выскочила. То есть не присутствовала при процессе купания там какое-то определенное время. И это было очень зря. Потому что там в моей досягаемости лежал папин бритвенный станок. Он бился утром и, видимо, бросил так на бортики ванны. И, короче, так он там и остался. Причем, что самое интересное, мама эту историю не помнит. Я вот вчера с ней разговаривала. Мы вспоминали там всякие эти смешные истории. Она говорит, я такого не помню. А я помню, прям все четко помню. Короче, я наигралась уже со своими уточками. И мне в поле зрения попадает этот бритвенный станок. Что-то я его там взяла. Конечно, я могла порезаться, и все на свете могло произойти с этим станком. Но я что-то решила, что очень весело будет. И так мне прям понравилось это. И там станком, типа, как будто бы расчесывать себе волосы. Вот так вот. Так, вот так. Она так гладенько все как-то проезжала. Господи, я сейчас даже вот рассказываю, и не понимаю, как может быть... Ну, дети, что с них взять? В общем, когда мама зашла в ванну, она, мягко говоря, была в шоке. Потому что сижу я, полная ванной волос. У нее такой сидит полулысый ребенок. Мама, короче, побежала за ножницами. Тут же меня в этой ванной постригла. И вот с таким вот где-то, вот с таким каре я благополучно пошла потом в первый класс. А вы знаете, как-то очень обидно. Но вот именно с тех пор у меня... Ну, такие... Я подозреваю, что они и были, в принципе, наверное, не очень... Ну, не то, что густые. У меня густые волосы, но они тонкие. И с тех пор я вот всю жизнь, ребята, пытаюсь отрастить себе волосы. Мне кажется, я вот реально этим занимаюсь всю свою жизнь. Пытаюсь их вырасти длинными опять такими, как в детстве. Они у меня ни черта не растут. Постоянно фекутся, я постоянно их подрезаю. Ну, и вот в итоге хожу с такой длиной. Ну, в прошлом году я исполнила свою мечту. Я их нарастила. И целый год ходила с такой грилой, шикарной. Я просто хотела очень на свадьбу красивую прическу. А на мою длину это было практически невозможно сделать. Вот. И поэтому... Да, блин, были. Какое-то время были красивые длинные волосы. Ну что, я уже допила чай. Наелась конфет. На самом деле, что-то я как-то даже не так уж и много съела. Но они такие, знаете, сладкие. Прям конфеты-конфеты. Пишите мне обязательно в комментах про свои смешные истории с детства. О своих любимых конфетках. И вообще о чем-нибудь таком милом. И семейном. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее чайпитие. Оно, скорее всего, получилось недолгим. Но как раз на то, чтобы... Время на то, чтобы выпить чашечку чая. Если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать меня лайками. Мне это очень важно. Пишите комментарии. Я всегда их читаю. По мере возможности стараюсь вам всегда отвечать. Ну что, ребята, всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok